СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Конечно же от себя лично, от организации, которая представляет центральное духовное управление мусульман России, духовное управление мусульман Кировской области, Кировская мечеть, от всех нас. Поздравляю братьев мусульман, братьев и сестер мусульман верующих, а также тех, кто живет вместе с нами, наших соседей добрых. Слава Аллаху, Господу миров! Пусть будут всегда наши восхваления, молитвы и признательность Всевышнему Создателю, который, тысячекратно воздавая за молитву священной Каабе, храме поклонения Богу, находящемуся в Мекке, осенил ее миром и установил паломничество к этому первейшему храму своему в благословенной Мекке и на всей земле. Это хадж, один из пяти основ ислама, в покорности ему, всемилостивому и милосердному. Наше сердечное приветствие и безмерная благость Аллаха, посланнику его Мухаммаду, избранному пророку и посланнику Божьему, который научил нас обращать лики свои к первому Божьему храму, запретной для греха и бесчестия мечети, а сердца и молитвы, надежды и чаяния только к нему, вечному Господу миров. Да будут наши приветствия и благость Аллаха Адаму, и Ною, и Аврааму, и Моисею, и Иисусу, и всем посланникам его, и пророкам, да будут они благословены Аллахом, которые тысячелетиями доводили дар щедрейшего Творца Слово Божье и истину веры до всего человечества, а также досточтим и близким, сподвижникам светоча его, всем праведникам и святым, оставившим в веках достойный пример благочестия и счастья роду людскому, и нам, и всем тем, кто стремится обрести радость жизни в этом и блаженность вечности в нескончаемом мире. Аминь. Это те самые слова, которые, по всей видимости, произносятся, да, в праздник, когда приходят в мечеть люди, да, Да, слова поздравления, то есть духовные лидеры поздравляют паству с этим самым великим праздником для мусульманов в течение года. Праздник, который в себе совмещает очень много знамений, очень много знамений. И вот нам надо сейчас об этих знамениях с вами поговорить, да, обсудить их. Мы говорим о том, что это самый великий праздник, мусульман, так? Да. Почему это самый великий праздник? Ну, как минимум, здесь совмещены обряды хаджа, паломничества, мекку. А паломничество как раз-таки продолжается вплоть до Курбан-Байрам, да? Да. Это вид богослужений, который человек хотя бы один раз в жизни должен сделать. Вот месяц Рамазан, пост месяца Рамазан бывает каждый год. Намаз бывает каждый день, пять раз в день. Пятничная молитва один раз в неделю. А паломничество в мекку хотя бы раз в жизни надо совершить. И Аллах говорит... Бисмилляхи рахмани рахмим. От Аллаха установлена обязанность для людей совершить паломничество в Мекку для совершения обрядов хаджа для тех, кто имеет физическую и финансовую возможность. Это цитата из Корана. Это цитата из Корана, да. Поэтому я говорю, Аллах сказал. Физическую и финансовую, значит, если ты здоров, если ты можешь нормально передвигаться, находиться в дороге. Да, и оставить ещё на время твоего путешествия деньги для своей семьи, чтобы она не нуждалась. Не то, чтобы она широко отмечала и излишествовала в еде, питье и праздниках. Ну, чтобы не нуждалась. То есть, ты спокоен в своём путешествии и своё сердце отдал обряду хаджа. Как мужчинам, так и женщинам хадж обязательно. Для женщин здесь трудность некая в плане каком. Поскольку религия ислам беспокоится о безопасности женщин, то для них есть условия. Они могут совершать такое путешествие только в сопровождении близкого родственника, за которого они не имеют права выйти замуж, который будет запутаться об их безопасности. Это отец, брат, сын, естественно, муж. Но не брат мужа, не тесть. То есть, это категория мужчин, за который она не может выходить замуж. Это близкие вот такие. А если нет у женщины ни того, ни другого, ни третьего, ах, хочет она найти хаджа? Одно из решений, одно из мнений учёных ислама есть, что женщина может совершить такое путешествие, ахадж означает путешествие, в сопровождении нескольких благочестивых женщин. Нескольких благочестивых. Не меньше трёх. Понятно. Которые являются её покровителями, наставниками. Да, помощницей, наставницей, защитницей, вот всё. Вот я боюсь как бы задать этот вопрос, но потому что это может как бы мы не успеем тогда, может быть, про Курбан поговорить. Но давайте мы всё-таки задам. Почему мусульманин должен хадж совершить? В чём смысл? В чём предназначение? Серьёзный вопрос. Серьёзный, конечно, вопрос. Я его задаю специально, я-то ответ на него как мусульманин знаю, но я его всё равно... Есть некая догма, есть некая запись в Коране. Почему? Либо каждый как-то вот духовно и внутренне сам это понимает. Конечно же, есть приказ Всевышнего, изложенный Священным Писанием в Коране. Есть. Но, как обычно, отвечая на ваши вопросы, я попытался копнуть в своих мозгах поглубже и маленько застопорился. Очень много информации придётся выдавать. Очень сложно вот так выжимку такую представить. Как минимум, хадж является одним из пяти столпов ислама. Когда Ангел Гавриил, Джабрил по-арабски, спрашивал нашего посланника Мухаммада, мир ему. Он сказал, расскажи мне об исламе, то есть экзаменовал. И пророк Мухаммад, мир ему сказал, ислам это свидетельствовать, что ты мусульманин, это совершать пятикратный намаз, это держать пост в месяц Рамазан, это выплатить закят, то есть социальный налог от богатых в пользу бедных хотя бы раз в году. И паломничество в Мекку для совершения обрядов хаджа. Как сказал пророк на арабском. Для тех, кто имеет возможности такие. И ангел, главный ангел, Джабраил, по-русски Гавриил, сказал, что да, кто? Ты правду сказал. Тем самым он принял на него как бы экзамен. И тем самым утвердил вот эту формулу основ ислама, основ нашей религии, из которых хадж. И поэтому, когда человек мусульманин совершает хадж, он как бы подводит черту в своем совершенствовании своей религии, своего ислама. Я еще говорил, что человек, совершающий хадж, совершивший хадж, он как бы совершил обмен с Аллахом, свою жизнь на хадж. То есть он отменил для себя удовольствие этой жизни и взял себе удовольствие вечной жизни. Не зря же, когда вот хаджи возвращается, про него говорят по-арабски, как сказал пророк Мухаммад, мир ему. За исполненный в совершенстве хадж нет другой награды, кроме рая. Вот представляете, человек, который совершил хадж, избавился от всех грехов. От всех. Как минимум год назад, как минимум год вперед. Вот этот человек приезжает к вам, так от него даже запах другой исходит. Мы, когда хаджи встречаем, мы не просто его обнимаем, еще и принюхиваемся. Потому что это запах каабы. Храма, куда обращены лики всех мусульман. Все полтора миллиарда мусульман туда каждый день, пять раз в день обращают свои лики. Многократно еще. Кроме этих обязательных намазов. Еще совершают молитвы. И всегда обращают свой лик к этому храму. И приезжает хаджи. Вот он потерся плечиком об этот первый храм в истории человечества. И мы его нюхаем. Как он прекрасен. Вот так мы по традиции уже начинаем в не менее, конечно, важные подробности вникать. Но время все-таки ограничено. Хадж совершили. Я думаю, что мы про хадж, наверное, поговорим. Хадж, да, отдельная тема будет. Потому что у меня есть вопросы, но я тоже боюсь того же, чего боится Володя. Нет, это, безусловно, интересно и важно. Но, увы, мы должны соследовать. Ну вот, все-таки вот хаджи кончился, и у нас наступает Курбан-Байрам. Курбан-Байрам. Байрам-праздник, Курбан-жертва. Нет. Нет? Нет. Так. Байрам-праздник, это тюркское название. А Курбан, слово арабское в своем корне исходит от понятийного термина приближение. Приближение? Не приближение в физическом плане, а приближение к довольству Всевышнего. То есть, здесь не является для нас убить бедное животное. То, что многие буквально воспринимают. Но есть ведь такое значение, как жертва в слове Гурбан? Хорошо, очень хорошо. Так вы объясняйте. Я объясняю, вы же меня перебиваете. Всевышний Господь всех созданий Аллаха предупреждает в Коране. То есть, он на арабском языке же нам всё изложил. Я вам сначала процитирую, потом переведу. Бисмиллахи рахмани рахмани. Это сура Аль-Хадж. Аят 37. И означает это, ни мясо, ни кровь жертвоприношений не достигает Аллаха. Но достигает его благочестие, набожность ваших сердец. И сподвижник пророка Мухаммада, когда спросил посланника Аллаха, что за это, за праздник жертвоприношения, что это такое означает. И пророк сказал, это традиция отца вашего, Ибрагима Авраама. Авраама, да. То есть, невозможно не углубляться, рассказывая про Курбан, не рассказать о том, как эта история всего этого. Придётся рассказать. Придётся рассказать. Придётся. Хорошо. Это одна из самых известных притч. Известных притч или как-то там. Популярных. Ну, как легенды мы говорим. Хотя рассказ о принесении в жертву Ибрагим Халилом, это вот арабское такое выражение, Ибрагим, арабское название имени Авраам. Халил – это друг. Друг Аллаха. Своего сына Исмаила. Вообще известный же рассказ. Давайте напомним хотя бы вкратце. Но мы его вкратце расскажем для того, чтобы люди маленько вспомнили и получили благодать от этого. После того, как пророк Ибрагим, ставил владение царя Намруза и переселился в Шам. Шам – это Сирия, Палестина, вот этот район. Современный. Да. Он тайно обязал себя, перед Всевышним обязал себя принести в жертву ради Аллаха сына, если он у него родится. А к тому времени Ибрагиму было больше 90 лет. И у него идей не было. Вот хочу сына. Аллах сказал, будет сын, но если ты его подаришь мне, да? Да, ты мне его подари, я тебе его отдам. Конечно же, в процессе жития бывает так, что мы люди слабые, у нас бывает память. Ибрагим, мир ему, опять-таки, по воле Аллаха забыл о своем обещании. А Аллах же не забывает, он подарил ему сына. Ибрагим жил спокойно, но Аллах напомнил ему во сне. Повелел ему, чтобы пророк принес сына в жертву. Этот сон он видел семь ночей подряд и убедился, что это вещий сон от Аллаха. Вспомнив о своем обещании, он решил исполнить его. И тогда пророк сказал сыну, чтобы тот взял веревку и нож, и отправился с ним в столицу, в сторону Мины. Мина – это некая площадка, но огромная, между горами в районе Мекки, где сейчас находятся палаточные городки, где живут все хаджи. Да, паломники, во время совершения обрядов хаджи. Исмаил, сын его, взял все это и пошел вслед за отцом, словно ягненок. В пути он спросил отца, а зачем нам веревка и нож? Ибрагим сказал, что принесет в жертву курбан, барашка. Иблис сатана, увидев твердое намерение Ибрагима выполнить повеление Аллаха, позавидовал ему. Он явился к матери Исмаила, жене Ибрагима. В облике человека и спросил ее, куда отправился Ибрагим? С сыном. Она ответила, что они пошли за дровами. Иблис сказал ей, что Ибрагим собирается резать Исмаила, но она этому не поверила. Тогда Иблис сказал, ведь Ибрагим говорил, что у него на это есть повеление Аллаха. И тогда жена Ибрагима сказала, если таков приказ, то мне этого предостаточно. Проклятому Иблису козни не помогли. Не достигнув цели, охваченной печалью, он отправился к Исмаилу и спросил, куда вы идете? Исмаил твердо ответил Иблису, сатане, что они идут резать курбан. Но проклятый Иблис спросил, а знаешь ли ты, кого принесут жертву? Ответив нет, Исмаил засмеялся. Иблис открыл ему намерение отца и сказал, на горе будут резать тебя. Исмаил поинтересовался, а почему отец решил принести меня в жертву? Тот ответил, Ибрагим говорит, что на это есть повеление Аллаха. Исмаил сказал, есть ли такого повеления, я согласен быть жертвой ради Аллаха. Увидев его покорную Всевышнему, Иблис, сатана потерял надежду и оставил его. Тогда шайтан, он же сатана, решил испытать еще Ибрагима и спросил его, куда идешь? Тот проклял и прогнал его, но шайтан снова побежал за ним. А когда Ибрагим доходил до, вот есть три места, Джамарат Аль-Акаба, Джамарат Аль-Буста, Джамарат Аль-Суара, то есть это места кидания камней в Далине Мена, это кидание в своего собственного шайтана камушки. У каждого человека свой шайтан. Дабы его отпугнуть, заставить его прогнать. Да, это один из обрядов паломничества, который помогает паломнику очиститься сердечно. Туда же стремится шайтан, в сердце в наше. И человек таким обрядом отпугивает его. Беря указательным и большим пальцем камушек, кидает в этот стол, раньше стол был, сейчас уже из-за большого количества паломников стена. То есть это не то, чтобы кинуть большой, огромный булыжник, То есть это достаточно камушка, чисто символичный, символичный. Вот с маленького фалангу пальчика, маленький камушек кинуть. Тут главное намерение противостоять козням сатаны. Темной стороны. Да, и с криком, таким восклицанием «Аллаху Акбар», Аллах превыше всего, он кидает этот камешек, убивая своего сатану. И трижды Ибрагим кинул камень, дав для нас начало этому обряду. Шайтан всякий раз переграждал путь Ибрагима, и каждый раз он бросал в проклятого по семь камней. Благодаря Аллаху шайтан не смог сбить Ибрагима и его близких с правильного пути. Зависть врага не принесла результатов. А ведь сатана враг человечеству. Его хитрость и коварство вернулись против него же. Затем Ибрагим поделился с сыном и рассказал об указании Всевышнего. «Мы здесь, — говорит, — чтобы принести тебя в жертву, подчиняясь повелению Аллаха». Выразив свою покорность и согласие стать жертвой, Исмаил, который получил прозвище «Забиху Аллах», то есть означает «тот, кого принесли в жертву ради Аллаха», ответил «Отец, выполни повеление Всевышнего. Если угодно будет Аллаху, в этом ты найдешь мое смирение и терпение». Ибрагим связал сыну руки и ноги, уложил его на правый бок. Ангелы на небесах наблюдали за покорными Всевышнему отцом и сыном. «Отец, некрасиво привязывать меня, как к овцу. Лучше развяжи меня», — сказал Исмаил. Ибрагим убрал веревку, освободил руки и ноги сыну, после чего тот остался лежать, словно отдыхающий жених. На прощание он попросил передать любимой маме салям приветствие. Попрощавшись с сыном, Ибрагим взял нож и провел им по шее Исмаила. Но нож даже не оставил следа на шее. Исмаил «Забиху Аллах» сказал отцу, «Может, тебе трудно видеть мое лицо? Режь без жалости!» И лег смиренно лицом вниз. Но как бы Ибрагим ни старался, нож отказался резать и нисколько не повредил тело Исмаила. Оказавшись в безвыходном положении, рассерженный отец швырнул нож. «И тот нож», — сказал ему, «Могущественный Аллах запретил мне резать, а друг Аллаха настаивал, чтобы я резал. Поскольку из двух требований достойной выполнение является воля Всевышнего, я следую ей. Как же я могу резать шею Исмаила, когда на его лбу сияет яркий свет пророчества? Мне не под силу делать то, что ты желаешь, без повеления Всевышнего». Увидев это все живое, земные и небесные ангелы, звери, птицы, насекомые, даже обитатель морей и океанов, все стали просить Аллаха пожалеть отца и сына. «Тогда Всевышний не спасал Ибрагиму свои слова». По-арабски я не буду начать. «Код садак тару я» — что означает. «Ты исполнил видение». Во снежье приходил. «Ты исполнил видение». То есть твоя жертва примета. «Теперь мы криты». «Да, все». «В тот же час Джабраил, то есть Гавриил, ангел, принес из рая барана величиной сверблюда. Когда вместо Исмаила было велено зарезать этого барана, все от радости произнесли такбир. «Аллаху Акбар! Аллах Велик!» Так Исмаил спасся и получил высшую награду. Сказано, что тот баран был жертвой Хабила, которого Кабил, сын Адама, убил из зависти, из черной сатанинской зависти, убил своего брата. А перед этим Хабил принес жертву Всевышнему, и Всевышний из двух братьев принес жертву Хабила. И вот этого барана из рая Аллах приказал вернуть для Исмаила. И некоторые, конечно же, считают, что для принесения в жертву готовился Исаак, но исторические книги нам подтверждают, что это был Исмаил. И Всевышний Аллах. Исак, младший сын. Еще один сын. Еще один сын и братьев. Да, да, да. Нам сделать сейчас небольшую нужно паузу, и все-таки затем мы уже как-то к обрядовой, наверное, составляющей Курбан-Баревым перейдем. А как его отмечать? Что нужно делать? Традиции? Ну и значения. Времени остается не так много, но мы продолжим очень скоро. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Продолжается программа СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наш сегодняшний гость Нурислам Хаджи, имам мечети города Кирова, и тема нашей сегодняшней программы Курбан-Байрам. Только что мы услышали... Великий праздник. Да. Только что мы услышали вот ту самую историю, с которой связана истоки этого праздника. Мы сейчас перейдем в современность, уже перекидываем мостик в наши дни. И вот сейчас хотим... И что должны делать мусульмане вот в этот праздник? И для чего они это делают? Хорошо. Сначала смысл. Сначала смысл, да. Рассказана эта история, да, и в чем, собственно, глубинная суть. Вот посмотрите сами. Разве Создателю нужно было жертва человека? Высшее творение Создателя? Разве ему нужно приносить жертву? Нет. Тысячу раз нет. Сам Создатель говорит в своем слове эта цитата из Корана Это не подлинно. Это только испытания явные. И искупили мы его сына, то есть приняли эту жертву, великой жертвой барашком из рая. И с тех пор от древнего Авраама остался этот обряд жертвоприношения из щедрот, дарованных Богом, и в благодарность ему за прощение прародителей наших Адама и Евы, за благо и радостью жизни, в искуплении своих же прегрешений. А как искупить? Праздничной братской трапезой, угощением, заботой о бедных и сиротах, вдовах и страждущих, проявлением добрых, чистых чувств любви, милости и сопричастности ко всему роду людскому. А посвятить детей Богу, несомненно, означает научить их жить по-божески, по-человечески, так, как предписал Господь. Ведь Он, всемогущий Творец Создатель, мог и дальше творить нас из праха, из глины или ребра, как нашу праматерь Еву. Но Он сказал для нас, что из знамений Его то, что Он сотворил для вас, из вас самих же жен, дабы, доверившись им, успокоились вы, утихомирились, нашли успокоение души и создал между вами любовь и милость. Вы, истинно, в этом есть знамения для людей размышляющих. То есть, целью-то есть милость. Никак не то, чтобы убить творение Божие барашка, а это создания, которые предназначены были именно для этого, чтобы, принося взяту по определенному обряду, при котором само животное не мучается, к нему относятся с особенным уважением, потому что нельзя на глазах одного барашка резать другого. Нельзя при Нем даже нож сточить. Нельзя тупым ножом резать. Его надо успокоить. Вот погладить Его положительно, левый бок погладить Его, сказать, бисмилляхи, Аллаху, Акбар, инна суляти, ванна суки, это вот все по-арабски. Цитата нашей молитвы. Пояснили наши молитвы, наши жертвоприношения, вамахьяья, вамаматили, ляги, робили, алими, наша жизнь, наша смерть. Все для Аллаха, Господа миров. Аллаху, о Господь наш, такобаль хазаль удхайя, прими эту жертву от такого-то, такого-то. И вот это слышит же барашек, тоже успокаивается. У меня были же опыты, большого количества жертвоприношений. Закланий. Закланий, да, помогал. И вот самые буйные бараны, а вот баран буйный, речка спокойная. Он же самец, простите. Да. И самый буйный баран, услышав слова Всевышнего, успокаивался, ложился и как бы соглашался на то, что он приходит, приносится в жертву. И потом, освященное этим обрядом, мясо очищенное, оно очищенное не только от шкуры и внутренности, там даже кровь должна выйти из него, потому что кровь же носитель всяких зараз. И именно в крови бегает сатана. И когда это чистое мясо, мы раздаем одну треть нуждающимся людям, чтобы они в этот день наелись досыта, порадовались милости Всевышнего для них. Одну треть на угощение для друзей, знакомых, близких, родных. Ну, вот как у нас... И только одну треть себе. 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 Одну треть. Только одну треть себе. На праздник. Вот как у нас Силе Кореной сегодня созванивался. Там готовят делать праздницу по улицам. С каждой улицы свой стол на кровь. Свою жертву приносит, да? Кто-то один с улицы накрывает стол, приглашает. Вот такие. Это же не только у нас. В любом мусульманском населенном пункте такие традиции есть. Ну, кстати, раздача мяса там ведь могут получать не только представители ислама, других вероисповеданий, вне зависимости. Ну, у нас так, да. Когда в праздник? Завтра. Сегодня. 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 завтра тоже будет. Готовится плов. К нам же приходят все. Мы там не спрашиваем у него удостоверение личности мусульманина. Нет. Пришел человек, инсан, по-арабски. Пришел, говорит, угостите меня пловом вашим. Так полную тарелку, пожалуйста. Сколько сможешь ешь? Нам же не жалко это нисколько. Оно готовится тоже как жертвоприношение. То есть все ищем. Я вначале сказал Всевышнего слова, означающие, что Аллаху не нужно от вас ни мяса, ни жертвы, ничего. Только вот ваша богобоязненность и молитвы нужны для него. Благочестие. Благочестие, да. Вот. Таким образом производится праздничное мероприятие. А сам Курбан приказ Всевышнего производить его взят из слов Аллаха в Куране фасоли или робби каванхар Аллах говорит так соверши уже молитву и принеси жертвоприношение. Вот. Это как приказ прозвучало. И человек получает награду. Какую награду? Однажды посланник Аллаха Мухаммад сказал своей дочке перед праздником вот когда ты будешь делать жертвоприношение то присутствуй при этом. Можешь держаться за шкуру барана можешь просто присутствовать, да. И вот как только выйдет первая кровь с этого барашка Всевышний прощает тебе все грехи. Вот один из смыслов этого жертвоприношения. И понятно что Курман жертвоприношения с точки зрения исламской юриспруденции тоже есть категории кому обязателен кому нет. Обязательно мусульманин совершеннолетний здравомыслящий свободный не путник. И обязательно Пути в дороге нельзя делать. Не надо. Не надо. У него и так расходы. Путника жалеет ислам. И у человека должно быть состояние имущества когда есть небольшой излишек хотя бы в 20 тысяч рублей свободных денег. Вот на момент праздника производят Курбан после праздничной молитвы начинают уже резость и вот я заметил даже не все слушают Вагаз проповедь. Они стараются быстрее сделать Курбан и раздать мясо быстрее. Это нехорошо? Конечно Вагаз имам готовит чтобы донести слово Божье для людей. С одной стороны это нехорошо. С другой стороны стремление человека побыстрее совершить свою обязанность тут хорошо. Вот как тут оценишь? Пусть Аллах их оценивает всех. А мы ему все равно потом расскажем об этом все. То есть мы проповедники свое дело делаем обладатели имущества делают свое дело а те кто получают пусть в сердце хотя бы благодарность всевышнему скажут что он их наделил вот этим кусочком плоти жертвенного животного тем самым проявив к нему свою милость. Все укажут свое дело. Так еще какие-то специальные условия существуют празднования Курбан-Байрама? Какие специальные условия? Три дня. Мы начинаем с молитвы проповеди потом все идем приносить жертву а потом по гостям потом расходимся праздновать к себе приглашаем в гости сами идем в гости да все сами рассказывайте и при этом я просто хочу подчеркнуть что по особенному как-то в гости ходить по особенному нарядными чистыми в этот день обычно люди стараются надеть самые лучшие самые чистые одежды есть такая традиция даже что-то новенькое только-только купленное ни разу не одеванное или сделанное своими руками если есть возможность новое главное если ничего нет если такой человек бедный хотя бы пусть возьмет нитку новую и намотает себе на палец хоть что-то но новое должно быть это символ вхождения в новый год с новым и этот год пусть ему принесет этому человеку всякие благости и милости Всевышнего почему новый прозвучал значит вот в месяц хадж происходит в каком месяце Зурхиджа последний месяц это последний месяц и последним днем заканчивается этот месяц и следующий год начинается следующим днем будет это 10 число месяца Зурхиджа последнего месяца мусульманского года и через 20 дней начнется новый месяц Махаррам как раз там и праздник будет 10 мухаррама то есть еще его название Ашура как 10 день это праздник который отмечается у разных разных народов и он и религиозный и народный это праздник которым Всевышний давал многие благости пророкам которых отправлял к людям но об этом мы потом расскажем посвятим отдельно передачу да посвятим отдельно вот и здесь когда человек совершает он курбан вот эти все условия соблюдает жертвенное животное хорошее не больное не хромое не безухое достигший определенного возраста как например барашек годовалый то есть это требование к животному да если ему меньше года то например полгода ему но он достиг размеров как годовалый можно то есть эти животные должны быть по своему состоянию достаточными чтобы накормить людей не малыш не старик малыш ягненок его ни в коем случае нельзя нет пусть растет еще что что с него есть так практически если говоря вот затем делят у нас уже опыт есть многолетний делят доходе до того что вот люди которые получают курбан отвыкшие от внимания к себе даже плачут от такого проявления внимания причем тут безотносительно вообще какой человек веры исповедует все мы люди все мы инсаны особенность современного общества одиноких людей обделенных чем-то вниманием их много к сожалению подобно тому как мы в месяц рамазан провели акции к детям сиротам то есть внимание детям такой месяц рамазан сейчас в этом месяце мы для пожилых людей делаем мы же здоровые все довольно молодые мы себе и мясо купим мы себе заработаем и нам и особо это подарки только как знак внимания маленько безделушки достаточно а для них вот это насущная потребность и в эти праздники мы используем чтобы сокрыть эту потребность ведь известно когда ты поможешь человеку в чем-то всевышний вернет тебе десятикратно проверено десятикратно возвращает Господь когда я даю например своей жене садаха а самая лучшая садаха то есть жертвоприношение или жертвоприношение милостыня подарок милостыня или подарок милостыня это садаха подарок это хадеет по-разному разные вещи милостыня это не как высокомерная там подачка нет это проявление внимания уважения вот когда жене даешь она делает молитву за тебя потом смотришь где-то раз и тебе десятикратно возвращает минимум каждый раз она мне даже говорит ты не забывай что если хочешь быть богаче не забывай о своей семье да это на женском же уровне ну да 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 уже из первоисточников узнаем о том что об этом говорил пророк он так и говорил что самая лучшая благость милость от вас это в вашей семье вот такими золотыми словами приходится нам завершать все-таки сегодняшнюю программу с универшими мы массу конечно нюансов связанных с Курбан Байрам ну да но мы отметим что это великий исламский праздник мы хотим всех поздравить с этим мы отметим что чтобы все знали что с первой кровью Господь вот это жертвы на животного Бог прощает все грехи всех людей которые при этом значит присутствуют и еще раз отметим что сказано в Коране да Аллах сказал что ему не нужны мясо и кровь ему нужна ваша благочесть ему нужны ваши соответственно ваши правильные добрые поступки во имя Всевышнего и здесь нет деления на представителя одной веры другой веры на национальности и так далее ко всем же не способны Слово Божье конечно только так спасибо Нур-Ислам Хаджи и имам мечети города Кирова всего доброго до свидания до свидания до свидания Салям Салам САЛАМ САЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Субтитры создавал DimaTorzok